Как говорила одна из героинь фильма про трех мушкетеров, в любви каждый старается для себя. В избирательной же кампании каждый кандидат старается для избирателей. И действуют претенденты на руку и сердце последних согласно своему воспитанию и морально-нравственным ориентирам. Нынешняя кампания, по нашим наблюдениям, в целом проходит достаточно спокойно и чисто, выводя на первый план не борьбу компроматов, а борьбу политических программ. Но есть, увы, исключения. Так, в конце августа в территориальную избирательную комиссию Щелковского района, на которую также возложены полномочия окружной комиссии Щелковского одномандатного округа номер 127 по выборам депутатов Государственной Думы, поступили заявления ряда кандидатов о нарушении избирательного законодательства. Речь идет об известном в районе печатном СМИ газете «На русском рубеже», которую издает семья коммунистов Еремейцевых. Наталья Николаевна – редактор и депутат облдумы, ее муж Игорь Геннадьевич – учредитель. В настоящее время Наталья Еремейцева, являясь кандидатом в депутаты по 127 округу, не может по закону заниматься выпуском газеты, поэтому временно передала образы правления старшему сыну Игнатию Игоревичу. А газету сделала полем для публикации своих агитационных материалов, что неудивительно и вполне естественно. Выпуск газеты «На русском рубеже номер 8» был подписан в печать 25 августа и отпечатан тиражом в 330 тысяч экземпляров. Учитывая, что численность избирателей округа порядка 450 тысяч, это почти каждому избирателю по газете. Это много. И, наверное, очень дорого. Часть агитационных материалов Натальи Еремейцевой оплачена из ее избирательного фонда, о чем имеется соответствующее уведомление. Но есть в газете ряд редакционных статей, либо же перепечаток из интернета, посвященных оппонентам Натальи Николаевны и выдержанных в привычной для данного издания обличительной манере. Основным объектом нападок стал кандидат по 127 округу и действующий депутат Госдумы Сергей Жигарев. Считая его, по всей видимости, главным маминым соперником, его редактора Игнатий Еремейцев посвятил Жигареву целых три публикации. Этот кандидат первым и обратился в ТИК с жалобой. В частности, на то, что на страницах газеты распространяется информация о нем в сочетании с негативными комментариями, кроме того, не связанная с его профессиональной деятельностью и формирующая отрицательные отношения избирателей к кандидату. Как известно, по закону предвыборная агитация бывает не только за, но и против кандидата. Именно это мы и имеем в данном случае. Такая агитация тоже должна быть оплачена из чего-либо избирательного фонда. А вот этого-то как раз и не произошло. Распространение информации, которая наносит вред репутации кандидата, вызывает мнение избирателей негативное в отношении кандидата. Это одна из форм агитации. Она также является противозаконной в данной газете. Так как она размещается незаконно, она не оплачена из средств фонда кандидата, никакого причем кандидата, то также она должна быть запрещена и ее запрещено размещать. На основании заявления зарегистрированного кандидата Жигарева территориальная избирательная комиссия подвергла анализу выпуск номер 8 газеты на русском рубеже и подтвердила, что нарушения действительно имеют место. В комиссии было установлено, что помимо размещенных законно агитационных материалов кандидата Еремейцева Натальи Николаевны, также имеются материалы, которые были признаны нашей комиссией агитационными и которые размещены в данной газете, естественно, незаконно. По данному поводу мы обратились, направили представление в Роскомнадзор по Центральному федеральному округу России с целью привлечь административные ответственности непосредственно в редакцию данного издания, то есть в редакцию газеты. Кандидат Сергей Жигарев обсудил сложившуюся ситуацию с председателем ТИК Щелковского района Анатолием Малининым. По словам кандидата, опубликованные в газете материалы – это старые анонимные публикации в сети интернет, которые доступны каждому, у кого есть компьютер и доступ в сеть. Редакция их собрала, дополнила своими комментариями и опубликовала. Жигареву эти публикации знакомы, известен механизм их появления, и он давным-давно через суд опроверг изложенные там сведения. Ложь, которая была размещена ранее в интернете. В свое время, когда эти публикации появились только, ну, во-первых, я обратился в суд, и в суде все это опроверг. Ну, с учетом моей занимаемой должности в Комитете Государственной Думы по обороне, надо сказать, что Комитет по обороне является одним из самых важных в Государственной Думе. Я не хочу унизить другие комитеты, но у нас слишком много серьезных секретных вопросов рассматривается. Часть заседаний проходит под грифом «совершенно секретно». И я, в том числе, являюсь членом подкомиссии Совбезов, которая присутствует от Государственной Думы в Совете Безопасности. Поэтому понятно, что я весь проверен, перепроверен. Решение суда я предъявил средством массовой информации, но вы уже понимаете, что такое судиться против интернета, против этих сайтов. Часть сайтов зарегистрирована на Украине, часть сайтов зарегистрирована в таких островах, в таких государствах, названия которых, не знаю даже, отличник по географии. Но мы получили это решение суда, и частичная информация была удалена. Мы предъявили вам это решение суда, оно находится у вас. У нас на сайте размещено решение комиссии по этике Государственной Думы. То есть мы полностью знаем, что это ложь. Но сыграть, но не информированности избирателей, жителей Щелковского и Ногинского района, о том, что до них не дойдет информация о том, что это ложь, она, конечно, попытается. Поэтому мы обратились к вам, в том числе, чтобы эта газета была запрещена к распространению. Действительно, то решение суда, о котором мы говорили, которое полностью установило тот факт, что сведения были распространены в отношении вас, они не соответствуют действительности, оно действительно легло в основу нашего решения, в том числе о запрете распространения данной газеты. Разумеется, избирком обратился в редакцию газеты на русском рубеже за разъяснениями, но никто не пришел. Мы приглашали на заседание комиссии, мы пытались получить с них письменное объяснение, но, к сожалению, в избирательных комиссиях нет ни оперативно-розыскного аппарата. Каким-то образом мы заставить редакцию давать пояснения мы не можем. Единственное, что нам пояснили по телефону, что вся позиция редакции по данному вопросу, она изложена в самой газете. Это практически дословная цитата. То есть они от каких-либо комментариев отказались. Ну, мы надеемся, что, может быть, они дадут пояснения какие-то, может быть, в прокуратуре или в Роскомнадзоре, куда мы направили данные материалы. Сергей Жигарев со своей стороны также предпринял ряд действий в отношении газеты и ее редакции, о которых проинформировал председателя избиркома. Мы подали на нее в Московский областной суд. Надеемся, что заседание пройдет завтра, и оно будет положительным. За факт такое непримиримого оскорбления и унижения меня и тех людей, которые принимают участие в избирательной кампании, мы обратились в суд, чтобы ее сняли. Если они снимут, мы пойдем до конца в Верховный суд. Но в любом случае будем добиваться того, чтобы эту газету, которая позволяет себе печатать такого рода вещи, она была запрещена. Те вещи, которые она допускает в течение ряда лет, и особенно в период избирательной кампании, не должны допускаться в нашем обществе. Вот таким вот путем мы пошли, я вас информирую. Понятно. Ну, Сергей Александрович, мы с исковым заявлением уже ознакомились. Суд нас привлек в качестве заинтересованной стороны, в качестве заинтересованного лица. Мы свою позицию тоже обязательно на суде изложим. Но не только избирательное законодательство нарушила редакция газеты на русском рубеже. Обнаружилась в газете публикация, выходящая за рамки жалобы кандидата Жигарева и других, которая вызвала изумление не только у соперников Натальи Николаевны по предвыборной борьбе, но и у бывалых юристов избиркома. То ли по неопытности, то ли по незнанию, то ли по неосторожности, то ли по маминому недосмотру, но опубликовал и у редактора Игнатий на соседней полосе портрет главного нацистского идеолога Йозефа Геббельса и лошадь в фуражке со свастикой. Вот такой выдал номер. Номер тиражом 330 тысяч, напомним, экземпляров. А мама знает? Она-то обычно портреты Сталина печатает. На полосе есть указание, что печатная площадь оплачена из избирательного фонда кандидата Еремейцевой. Но касается это всей полосы или только части, непонятно. В любом случае, территориальная избирательная комиссия сделала вывод, что это подпадает под действие федерального закона номер 114 ФЗ о противодействии экстремистской деятельности. В агитационных материалах, в том числе, запрещается размещать материалы экстремистской направленности. Мы обратились в Северскую городскую прокуратуру на предмет проведения проверки по данному поводу. Так как, если будет установлено, что в данном материале имеются признаки агитационной деятельности и признаки вот этого экстремистской направленности, то данный материал будет признан незаконным также из-за данного нарушения, вплоть до уголовной ответственности. Какой же вывод в результате всех этих многочисленных нарушений, допущенных редакцией газеты на русском рубеже в номере 8? Территориальная избирательная комиссия, на которую, напомним, возложены также функции окружной комиссии по Щелковскому 127-му одномандатному округу по выборам депутатов Госдумы, запретила распространение указанного выпуска газеты и направила свое решение в управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, в Межмуниципальное управление МВД России Щелковское, в Щелковскую городскую прокуратуру. Просто я обращу внимание, что мы не изымаем, мы не вправе изымать, мы не вправе конфисковывать данный тираж, мы просто запрещаем его распространять. Но и подобный запрет сам по себе – большая редкость, особенно когда предвыборный материал с нарушениями издан таким огромным тиражом. Серьезный просчет и у редактора Игнатия Еремейцева. В данном случае газеты у нас запрещаются не так часто, и это действительно беспрецедентный случай. Распространение 330-ти тысячного тиража запретили, но газета все равно появляется в почтовых ящиках жителей. Поскольку это влечет за собой административную ответственность, к нехорошему делу нарушение закона привлекли несовершеннолетних, с которых вроде бы взятки гладки. Но их поймали, и даже нелепые объяснения не оправдания. Сотрудники правоохранительных органов ловят сегодня несовершеннолетних, молодых людей, которые занимаются распространением ее газеты. И в качестве своего оправдания приводят такие аргументы. Мы эту газету нашли на улице, шли по улице и нашли ее, взяли в руки и решили ее занести в подъезд и распихать по почтовым ящикам. В целом на территории России распространение данной газеты запрещено. И естественно мы обращаемся, в том числе с помощью вашего телеканала, что если будут граждане обратятся, обратят внимание на факт распространения, мы просим сразу сообщать в полицию, чтобы зафиксировать этот факт и привлечь виновных к ответственности. До выборов остается несколько дней. Избирательная кампания подобралась к своему апогею. Но согласитесь, никакие выборы не стоят того, чтобы в полу борьбы забывать об элементарном уважении друг к другу, как кандидатам, так и избирателям. Все выборы пройдут, а жизнь продолжится. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».